Здоровый образ жизни сегодня в общем-то в тренде. Однако одно дело рассуждать о ЗОЖ и другое придерживаться его. Так вот кто и как прививает россиянам принципы правильного питания, любовь к физкультуре и вообще что такое этот загадочный ЗОЖ? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, пожалуйста, сегодня в нашей студии Александр Муравец, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Здравствуйте. И студентка САМГМУ, координатор направления санитарно-просветительской работы организации волонтеры-медики Мабуба Юлдошева. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. К нам в студию можно позвонить. Телефон для звонков 202-11-22. И как мы уже договорились, мы сегодня все-таки будем говорить о здоровом образе жизни. Впрочем, когда наши зрители видят, что пришел Муравец, это значит, что мы сегодня будем ратовать за здоровый образ жизни. И это здорово на самом деле. Ну вот статистика говорит об ухудшении психического и физического здоровья студентов. Нашла вчера такую информацию. Согласны ли вы с ней? Согласен. Думаю, касается это не только студентов. Тут есть, конечно, и долгосрочный тренд, и краткосрочный. Краткосрочный связан с тем, что, конечно, очень многие вещи сбились в период пандемии ковида и не вполне восстановились, в том числе и поведенческие вещи у людей. Мы до сих пор видим эти негативные тенденции и в заволеваемости, и в смертности, и в поведении людей. Долгосрочность заключается в том, что, к сожалению, мы, если осознанно не выбираем путь зо, что сам уклад жизни, он становится не более здоровым, так мягко, как политкорректно скажем. Мы все меньше и меньше движемся, мы при этом едим высокоэнергетическую пищу, причем возникает здесь противоречие. Пытаясь, допустим, сбалансировать пищей свои энергетические траты, мы неминуемо впадем в дефицит витаминов и микроэлементов, потому что, опять же, если есть на то объем движения, который есть, то есть нужно слишком мало. В общем, очень много серьезных проблем, что без профессионала не разобраться. К сожалению. Но это не российский тренд, это мировой тренд, это правда. Ну, от этого, в общем, наверное, не легче. Му-му-ва, много ли времени отнимает учеба? Я так предполагаю, что в самом ГМУ это прям все непросто, да? На самом деле, почти половину, наверное, так скажем, 24 на 7, если смотреть, да, то половина дня точно учебу занимает, но если, вот мое мнение, если распределять, так скажем, как по нашим популярным темам, да, если правильно распределять время, то найдется на все, на все сферы жизни, да. То есть, помимо, допустим, учебы, я занимаюсь активно другими, другой какой-то деятельностью, вхожу в разные студенческие организации, то же самое, моя деятельность в волонтерстве, это тоже активность не только в университете, но и в Самарской области. Ну, вот к этому и был первый вопрос, что при таком объеме учебного процесса вы еще занимаетесь волонтерством, и мало того, это еще и санитарно-просветительская работа. Вот я хотела спросить о вашей мотивации, почему вас заинтересовало именно это направление? Ну, вообще, я начала рядовым волонтером, давайте начнем с этого. И, конечно, именно это направление я выбрала только тогда, когда набралась достаточного опыта, проводя различные лекции просветительского характера, когда я увидела то, что я чувствую себя в этой теме комфортно, как говорится, как рыба в воде, и эта тема очень хорошо дополняет, так скажем, вот мою учебу, так как я учусь в медицинском, и санитарно-профилактическое просвещение, вот мое направление, оно подразумевает профилактику различных заболеваний. И данные два направления, они идут параллельно между собой, поэтому мне легко ориентироваться в данных темах и рассказывать, преподносить аудиторию данную информацию. Поэтому... Ну, а вот сейчас уже, наверное, закончим нашу разминку, да, и перейдем непосредственно к теме вот этой просветительской работы, к теме медицинского волонтерства. Я только напомню зрителям, что сегодня у нас в эфире Александр Муравец, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, и Мабуба Юлдошева, координатор направления санитарно-просветительской работы организации «Волонтеры-медики». Вот из предварительного общения с вами я поняла, что вот эта работа волонтерская, она для молодежи, правильно? Правильно. Правильно. А вот этот принцип равный равному, да, вы так, кажется, это называете? Давайте, да, я начну. Вот в чем его эффективность, в чем его прелесть? Да, ну, на самом деле, это такой довольно большой вопрос, я постараюсь коротко к нему ответить. И, во-первых, вот когда я с ребятами-волонтерами занимаюсь, и практически первый вопрос, я их спрашиваю, как в известном классическом фантастическом фильме, а чего вы хотите, какая ваша цель, когда вы ходите в молодежную аудиторию? И идет обычно много ответов, чему-то научить, в чем-то убедить, в чем-то разубедить. И обычно я не соглашаюсь, я говорю, что вообще-то педагоги научат всегда лучше, чем вы. А цель, она немножко другая – изменить поведение молодого человека. И как только мы ставим правильную цель, мы понимаем, что в плане изменения поведения возможно, невозможно, а это такие есть исследования показывают, тренер равный по возрасту или чуть старший, похожий по своему социальному статусу, положению, он намного эффективнее именно в плане вот этой целевой функции – изменения поведения молодого человека. Потому что он просто может сказать, что это круто, это модно, делай как я, не делай так, так делай только, ну, не будем говорить кто, и так далее. Ну, сейчас есть слова. Да, сейчас есть слова, да. Естественно, опираясь при этом на современные научные данные. То есть мы тоже там, вот, люди старше, мы можем добиться этого же результата. Нам надо потратить больше времени на установление контакта, на установление доверия, на адаптацию своего языка к языку. А ребятам не надо этого делать, это происходит естественным путем, а время – это важно. То есть они могут действительно сделать очень многое. Ну, там есть еще некоторые преимущества, я думаю, мы ниже об этом поговорим. Но самое главное, что это вот работа, направленная на изменение поведения. Ну, а не сталкиваетесь вы с тем, что, ну, ребята спрашивают вас, или, может быть, даже и не спрашивают, а думают так, а с какой стати ты меня чему-то учишь? Ты такая же, как я. Ну, мне кажется, здесь больше вопрос подачи информации, подачи себя. Вот если смотреть принцип равен равному, то так, как ты будешь ставить себя перед другим человеком, он тебя так и будет оценивать. Если ты будешь ставить себя выше, естественно, он будет думать то, что ты там… Нет, либо его недооцениваешь, либо его какие-то там сферы, там, компетенция. Вот по этому принципу ты можешь, так скажем, на вытянутую руку с ним общаться, говорить о тех проблемах, которые его реально интересуют. То есть это еще и знание психологии у них больше. Да, и вот с точки зрения психологии вы очень важную тему затрожили. Вот на самом деле то, что кажется минусом, это является одним из важнейших плюсов технологии равной-равно. Вот эта мысль, которая кажется нам такой немножко неполезной, что молодой человек смотрит, ну что, и я так могу, и я почти такой же. Она же на самом деле работает на нас в двух отношениях. Во-первых, в том, что намного больше вероятность распространения информации по типу кругов на воде. Ну и выйду я вот со всеми своими кандидатскими титулами, даже что-то расскажу, даже, допустим, интерес. Ну, послушаю. Но когда, допустим, ОБВА расскажет, то молодой человек или девушка, ну вот так я примерно так могу. Конечно, так не может, но кажется, что может. Да, вероятность передачи информации, это у нас психология, да, психология типа кругов на воде, по типу кругов на воде, намного возрастает. Вот это отсутствие барьера, человеку очень естественно, ему хочется поделиться тем, что, ну и попробовать, а может ли он так же, например, один пример. И второе, это пример. Вот то, что, допустим, мы часто говорим, когда обращаемся к родителями, дети нас ведут не так, как мы учим, да, а так, как мы ведем себя сами, правильно? Конечно, конечно. Так вот здесь тоже этот механизм сюда встроен естественным образом. Можно просто слушать в полуха, но подумать, а хочу, допустим, я быть таким же, так же выглядеть, так же сговаривать, иметь такие же ценности. Если тренер правильный, он харизматичный, даже если его немножко недослушают в теории, то сработает вот этот вот, скажем так, мотивирующий показ себя в практике, да, поэтому это тоже очень важно. Хорошо, а если не равный равному, а если аудитория все-таки чуть-чуть постарше, такие ситуации были? Ну, вообще, мы сталкиваемся с такими, так скажем, проблемами в плане, я все равно студентка, и наш профиль, наша целевая аудитория, она распространяется и на волонтеров, допустим, серебряного возраста, и на более старшего, и средний возраст мы охватываем. Опять же, все вопрос подачи информации. Если ты в первые моменты сможешь заинтересовать любую аудиторию, то она от начала и до конца тебя будет слушать внимательно. Это вот основное, мне кажется, критерий основной, по которому можно судить. А вот этому вы, ребята, обучаете, Александр Владимирович? Ну, частично, да. Как вообще происходит обучение, они же не... Ну, во-первых, у нас на самом деле волонтеров, работающих по системе равной-равному в плане формирования здорового образа жизни, профилактических заболеваний, много. То есть они, но самые мощные группы, это, конечно, волонтеры-медики, вот. И волонтеры-медики в какой-то мере их, конечно, где-то, наверное, учил и я что-то проходили, да, по-моему, у меня в основном они в том числе учатся и сами по своей линии. Плюс главное, что у них ключевое слово еще и медики, они учатся там. Вот, но, в принципе, этим занимаются зачастую и другие некоммерческие организации, которые специально выигрывают подобные проекты, в первую очередь, в конкурсе президентских грантов на технологии равной-равному. Там больше, допустим, роль вот центра профилактики меня, вот, мы обучаем их. Поэтому здесь смешанные системы. Но вы же их не бросаете, все равно сразу плыть. Я очень люблю волонтеров-медиков, когда они приходят, когда какие-то, да, конечно, мы и мероприятия совместные проводим нередко, прям очень нередко, и помогаем иногда им найти поле для приложения своих сил. Ну, я всегда рад, вот, обращайтесь, когда нужно, я всегда рад. Как партнера, на самом деле, мы очень благодарны Александру Владимировичу за его поддержку, потому что он наше движение поддерживает не только своим присутствием или вот именем, да, но и какими-то атрибутическими вот вещами, выделяет свое время на наше мероприятие. Также своих сотрудников, как бы, агитсирует, если можно так сказать, с нами сотрудничать. Поэтому в этом плане у нас хорошее проект. Ну, и надо признать, что Александр Владимирович, это все-таки адепт здорового образа жизни, и это, в общем, мы все знаем, и это важно. Я напомню только, что мы работаем в прямом эфире, и телефон для звонков 202-11-22, а говорим мы сегодня про здоровый образ жизни, про волонтерство здорового образа жизни. Поэтому, может быть, у вас есть вопросы, к нам в студию можно позвонить. Мабуба, вот я прочитала, что одна из заповедей волонтера ЗОЖ, «Помни, что твоя сила и ценность в твоем здоровье». Вот каждый ли из тех ребят, с которыми вы волонтерите, выбирает эту ценность для себя? Каждый ли имеет эту ценность? На самом деле, хороший вопрос. ЗОЖ, мне кажется, вот в настоящее время очень стал популярным в плане того, что человек после вот ковидного времени понял, насколько здоровье является основным аспектом для совершения любой деятельности. и команда наших волонтеров, так как мы сталкиваемся с различной аудиторией, мы видим это все все равно в своей практике, тем более мы медики, мы понимаем то, что это здоровье, это основа основ. И стараемся, так скажем, тоже поддерживать это в себе, эту тенденцию. Ну вот я могу предположить, что вы объясняете ребятам, призываете их отказаться от курения, алкоголя и так далее. Это означает, что никто из ваших волонтеров не курит, не употребляет алкоголь. Я вот к этому сейчас пыталась... Я поняла ваш вопрос. Нет, на самом деле мы, конечно, пропагандируем то, что это вредно, то, что это нежелательно, но есть такое, что волонтеры тоже сами... Ну, для вас это тоже шанс... Да, но я, кстати, в своей практике видел, опять же, если это... Ну, в процессе работы, опять же, в чем мы привели силы равны равному, ребята становятся более здоровыми, тренеры. Конечно. Потому что невозможно, потому... Это мотивация, да. И опять же, если они воспитываются на правильных, хороших книжках, если их хорошо учат там, то... Ну, Зош, он-то хорош, он же выгоден, просто нужно к этому прийти. И если человек этим занимается, он неизбежно к этому приходит. Так что это тоже один из плюсов. Давайте мы сейчас на минутку прервемся, узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы не виделись. После этого вернемся в студию. Самарские кардиологи спасли жизнь пациентки с инфарктом миокарда. Женщину госпитализировали с болями в области легких. Врачи кардиодиспансера диагностировали острый коронарный синдром, осложненный отеком легких. Пациентки установили три стента и восстановили нарушенный кровоток в коронарных артериях. В регионе в два раза увеличилось число высокотехнологичных операций для лечения рака легких. Для помощи больным используются, в том числе, малоинвазивные таракоскопические технологии. Они максимально быстро помогают вернуть пациента к обычной жизни. В сам ГМУ будет создан федеральный центр компетенций по технологиям виртуальной и дополненной реальности в медицине. Здесь будут разрабатывать цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы и тренажеры. В регионе также строится межвузовский кампус. Самарские врачи побеждают на всероссийских конкурсах. Главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Светлана Шишунова стала третьей в номинации «Лучший руководитель медицинской организации». Специалист Самарской больницы номер 6 Юлия Савостина победила в номинации «Лучший участковый педиатр». В Самарской области запускается новый проект. Сертификаты на диагностику репродуктивного здоровья будут вручаться молодоженам 18-45 лет. В поликлинике по месту жительства супруги смогут получить консультацию врачей-специалистов и пройти медицинское обследование с целью сохранения репродуктивного здоровья. Итак, мы продолжаем пропагандировать здоровый образ жизни. Бабуба, скажите, а в чём состоит Ваша волонтёрская работа? Из каких мероприятий она состоит? Это исключительно лекции или Вы как-то изобретаете что-то интересное? Если говорить о форматах проведения мероприятий, то это не только лекции просветительского характера. Это могут быть игры, это могут быть какие-то квизы, квесты, какие-то самфесты. Но это всё зависит, опять же, от аудитории. Мы для каждой аудитории разрабатываем свой формат проведения, чтобы это было актуально и чтобы это было интересно. А кто это всё придумывает? Команда санпрофа, команда волонтёров-медиков, мы всё это организуем. Перед тем, как выезжать на какие-то точки, мы разрабатываем метод проведения. А сколько времени Вы уже занимаетесь этим? С 21-го года я волонтёр, а с 22-го года я стала координатором. Ну, то есть у Вас уже было время понять, что, выражаясь современным языком, что заходит Вашим сверстникам? Какие мероприятия? Естественно. Ну, больше всего интерактивы. Интерактивы в плане какая-то активность. Лекция, она, конечно, очень хорошо, но мы пытаемся всё это комбинировать, чтобы сначала мы приносили какую-то теорию, а потом мы её применяли на практике, чтобы получить, как бы, больший эффект от проведения наших мероприятий. Александр Владимирович, а правильно я понимаю, что Вы ещё и ребятам оказываете помощь в направлении? Куда идти, к кому идти, с кем проводить? Ну, когда такая потребность у ребят возникает, то, безусловно, оказывают, да, и мы, ну, вот даже при любое проведении совместных мероприятий, это своего рода вот такое направление, потому что мы говорим, что сейчас был замечательный здесь репортаж, допустим, про сертификаты для новобрачных и вот для молодожёнов. И большая акция, которая, забыла, на какую очередь набережную, у Ладии проходила, в том числе, включающая вот и в продвижение вот этих сертификатов, волонтёры-медики замечательно с нами работали, помогали. Плюс очень важно, что всегда я могу сказать тому же Министерству образования, образовательному учреждению, что здесь проверены, Мин нет, что качество работы достаточно высокое. И ещё чуть-чуть хочу заполнить, что на самом деле по своей информационной насыщенности и сложности модули очень разные. Потому что здесь вот так вот прозвучало, что курение, алкоголь, не всё так просто. Есть и модули, допустим, та же профилактика ВИЧ-инфекции, которая именно в своём содержательном плане очень непростой, очень неоднослойный и, ну, прям серьёзный. И врачи-то зачастую путаются, да. Поэтому они, и вот разные модули по содержанию, они уже требуют разных инструментов для доведения максимально эффективного. Ну вот как раз следующим вопросом хотела узнать, какие темы для вас самые сложные, может быть, неоднозначные. Повторюсь, вот как раз-таки у нас есть одна федеральная программа против ВИЧ, получается, и СПИД. Так как население не очень осведомлено и ориентируется в этой теме, то преподносить информацию немного сложно. Это, опять же, зависит от аудитории. Вот студенты, они пока не очень понимают, что это такое, задают различные вопросы, такие каверзные могут быть, да, на которые неопытный волонтёр, не имеющий достаточного опыта, не может прям сходу ответить и сориентироваться. Ну и плюс большое количество мифов, ложных представлений, заблуждений, которые окутывают вот эту тему, например. Вы сказали, что многие НКО занимаются аналогичной работой, но прекрасно, тем более, что они получают ещё и гранты. Но, наверное, же кто-то оценивает эффективность этой работы, всегда ли она полезна, всегда ли она правильная. Да, ну вот в частности мы в том числе стараемся это делать совместно с Министерством образования, с другими учреждениями, да, и это большая проблема, потому что мы же должны решить вопрос, рекомендовать ли пускать в образовательные учреждения к детям ту или иную организацию. И здесь, ну у нас есть уже свои подходы, свои как бы фишечки для того, чтобы в этом разобраться. Здесь недопустим формальный подход, как бы, то есть просто красивые названия организации, или то, что она, допустим, религиозная, или то, что, допустим, она нерелигиозная. Так нельзя, нужно смотреть конкретику. Самое простое, то, что я всегда рекомендую для образовательных учреждений, сомневайтесь, закажите мастер-класс для педагогов, сядьте, да и посмотрите, что они делают, чем вот их пытать, как вы говорите, это. Если организация отказывается провести мастер-класс для педагогов, лучше вообще не бы не работать с такой, например. Ну, значит, они не готовы. Дальше. А сомневаются родители, тоже не надо вести долгих разговоров. Проведите мастер-класс для родителей, скажите, вот, вы хотите, чтобы вас такое-то НКО вело там серию тренингов? Допустим, родители сомневаются. Ну, давайте проведем один тренинг для родителей, и они посмотрят. Вот. Ну, а мы стараемся всегда, когда нам звонят, отвечать на вопросы, рекомендовать или не рекомендовать. Ну, конечно, огромное подспорье деятельность фонда президентских грантов, и в Самарской области, это Министерство экономического развития, все-таки я считаю, конкурсы достаточно честные, объективные. Ну, все-таки, если побеждает организация конкретно с таким проектом там, обычно это достаточно высокое качество. Угу. Если появятся желающие прийти к вам, ну, я не знаю. Или к нам можно сразу. Или к вам. Если же желающий немедик, например. Скажите, куда идти, и как вообще это сделать. Ну, сейчас и к нам можно позвонить 333-44-52. Сказать, что я желаю быть волонтером. Да, чтобы быть волонтером, да. Вот, а к вам скажите, как? У нас вообще, помимо того, что вот есть как студенческая организация, есть местное отделение по всей Самарской области, получается, Кенель-Черкасс, в Тольятти, в Сызране, два местных отделения в Реовизии и Ляпино. Так как мы именно волонтеры-медики, то мы больше призываем медиков к себе. Конечно, да. Вот поэтому любой может прийти, постажироваться, набраться опыта и выходить на любую аудиторию, рассказывать, помогать. Ну, а вообще желающих-то много. Желающих много на самом деле, да. Я бы сказал, что хотелось бы больше, не знаю. Мне бы хотелось бы больше, да. Но с учетом того, что мы хотим качественно проводить мероприятие, естественно, проходит отбор, и не все его проходят, вот так могу сказать. А почему можно не пройти, например, по каким причинам? Ну, вот просветительские лекции, они в зависимости от аудитории, если вот школьники, да, то мы проводим форматы не очень сложного вот характера. То есть вы, наверное, еще и оцениваете возможность устанавливать контакт, коммуникации. Да, конечно, конечно. Друзья, наше время подошло к концу. Нам с гостями программы остается попрощаться. Благодарю вас за то, что вы делаете. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова